Всем привет, друзья! Сегодня шикарная погода, но это обманчивое впечатление. Нам такую погоду передают буквально на два дня. Очень тепло, солнечно. Но буквально с понедельника уже погода изменится. Будет холодно, будет дождливо. Поэтому мы приняли решение укрыть ежевикву. Честно сказать, вообще я ее не намерена потом укрывать. Сейчас она молодая. Даже прямо стоячая сорта можно очень легко укрыть. При том, что я ее специально не формировала. Со следующего года большинство прямо стоящих сортов просто невозможно будет укрыть. Будут укрываться только лежачие, такие как Корона, Вождь, может быть Карака, может быть Начес, Лахты. Вот это да, это будем планировать укрывать. Поэтому сегодня мы все-таки решили накрыться агроспаном двумя слоями. 60-й белый агроспан. Так, ну что, с чего начнется процесс? Вот так вот раскатали рулон, положили на ряд. Как видите, столбы шпалерные у нас стоят четко по ряду. Конечно, это неправильно для тех, кто хочет укрывать. Нужно обязательно отступать сантиметров на 30-40. Но я сразу говорю, что я не планировала, потому что у меня 20 суток ежевики, я просто не хочу укрывать. Мне этот процесс нафиг не нужен, это нереально. Просто-напросто. Так что вот сейчас мы здесь фиксируем, ну просто, чтобы не уносило ветром. И дальше агроспан просто пойдет обтекать вот это от столбы и все. Мы его сейчас прификсируем и быстренько тяпочкой обкидаем землей. Используются обычные, вот такие вот, я уже не раз их показывала, шпильки, просто нарезанная рулонная проволока на куски, согнули, воткнули, все. У нас, конечно, ветра сильные, поэтому одних шпилек будет недостаточно, будем обязательно обкидывать землю. Ты давай, Варя, лучше с той стороны зайди и будешь придерживать. Ты двигаешься? Вместе со мной. Двигаешься вместе со мной. Так, друзья, ну мы закончили. Точно могу вам сказать, что за один день два человека спокойно могут накрыть 10 соток ежевики. Теперь про это укрытие. Как видите, мы просто сделали земляные замки. Это очень удобное укрытие, его преимущество именно в удобстве. Очень легко, в плане того, что вам не нужны какие-то специальные подручные материалы, вам нужна только лопата, земля и, как говорится, лошадиная сила. Одна или две, это уж как повезет. Да, очень быстро, удобно, ветер не срывает, но у этого укрытия есть и минусы. Какие эти минусы? Ну, минус один, и самое главное, это вот скроется он как раз вот в этих самых копаниях. Я когда копала, я множество раз натыкалась на мощные ежевичные корни. Хотя, как видите, копается где-то в метре в сторону отряда. Тем не менее, о чем это говорит? Это говорит о будущей поросли. Копаете, надрываете корень, будет поросль. Понятно, что мы здесь будем культивировать, и никто не будет давать поросли разрастаться, будет уложен агроспан вдоль ряда. Но, тем не менее, для тех, кто, допустим, раз в неделю приезжает на дачу, имейте в виду, что у вас ждут сюрпризы, причем неприятные. Вот, кстати, у меня в этом году, через два года после выкорчевки, я обнаружила у себя метровую киову. То есть, через два года, ребята, из-за остатка корня она вышла. А все из-за того, что я в тот крае своих посадок не доходила. Так что, имейте в виду, что ежевика вся абсолютно, кроме лахты, отдает интенсивную поросль. Ну, теперь я спокойно укрыла даже бжезину. Интересно будет сравнить урожайность с укрытой, потому что свою бжезину я ни разу за все эти годы не укрывала. Это вот впервые. Сейчас укрытиями у меня еще не покончено. Осталось укрыть саженцы на площадке. И, в общем-то, почти все мы сделали. Осталось срезать ремонтантную малину в зиму, досадить оставшиеся саженцы. Ну, короче, делов-то, господи, на всю зиму хватит. И заниматься шпалерами. Ладно, друзья, всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok